так ну что товарищи мы дошли до главы 13 и очень важный эта машина и крупная промышленность и вот если при то что мы изучали до этого простая кооперация не говоря уже там о простом товарном обмене появление денег это все дера давно минувших дней то сейчас машина и крупная промышленность это та историческая стадия в которой мы сейчас прибываем то что говорят там постиндустриальное общество это локальный случай у нас в стране где идет индустриализация и то не всюду и не везде так что в целом мире идет индустриализация строится заводы растет число промышленных рабочих на этих заводах и это все продолжение той самой промышленной революции которую от описывает маркс сейчас уже не революция сейчас уже спокойное такое развитие дальнейшее а вот это начало описан маркс в граве в частности капитала первого тома машины и крупная промышленность и параграф 1 здесь развитие машин но перед чем говорить о развитии машина машинах и крупной промышленности дайте все-таки заделимся вопросом а что есть машина машина это средство производства прибавочной стоимости если коротко но марсон а пессурует это средство производства это main механизм механизм растячка который имеет двигатели передаточные механизм и ней непосредственно механизм виде рабочих инструментов которыми раньше работал частичный рабочий ахи двигателя нет они я начал с двигателя дону оси нет двигателя новую если нет ветер в принципе в простейших машинах это энергия воды ветра этому это двигатель как раз и лошадь двигатель а человек то тоже вот на швейной машинке зимки это простейшая машина так что все таки здесь вот надо это вот макс первым самопределение машин он отметает это вот я позволю себе зачитать рабочая машина это такой механизм который получив соответственное движение совершает своими орудиями те самые операции которые раньше рабочий совершал подобными же орудиями ведь действительно вот если мы посмотрим на орудие машины посредством резец на станке скажем да можно себе представить ну рабочий так сказать он без станка как-то резцом не очень а скульптор скажем резец скульптора это вот тот же самый резец фактически да и то же самое игра швейная появилась задрога до швейной машины и прочих станков и так далее то есть все эти орудия даже те которые применяются в современных станках они зачастую появились еще в эпоху ремесер в эпоху когда никаких машин не было вот эти же самые орудия они приводятся в действие теперь уже механической сирой и ну либо какой-либо другой да даже и сирой самого человека через трансмиссию совершенно наверное сказав акционер евгеньевич а вот все таки вот у меня вопрос вот и может виктор иванович на него ответит вот скажем марк здесь неоднократно пишет что бык ворокущий пуг это не машина это известно задрога не то что как марк здесь пишет это известно не только задрога до машинного но даже задрога до простого ремесленного производства бык или там какое-то еще животное ворочащие собой пуг то есть это не машина хотя скажем когда рошадь вертит какое-то там устройство это в устройство идет привод на станке или что-то это уже машина а вот бык ворокущий пуг это не машина а вот с другой стороны вот известно такое деяние ленина уже на поздней стадии его жизни когда он уже больной был в горках но тем не менее он выбрался там деревне рядом испытывали электроплук то есть электроплук это как я понимаю электродвигатель который стоит на одном краю поля с лебедкой и значит от него как-то относит пуг с тросом и он этим тросом пуг тянет кабелем даже на аккумуляторах то не было да не двигайтесь то я стационарно как я понимаю двигатель с лебедкой а трос оттягивали и трос им он тянул или канатом там чем-то вот таким электрические лебедки будут тянуть плуг с 8-юли мехами не беда что тяжелую лебедку нужно перетаскивать с борозды на борозду важно что электричество ваш вот и вот это получается машина на такой электроплук а вот в чем вот такое принципиальное отличие от быка здесь вот орудие то то же самое пуг трансмиссии не размещение получается а как нет лебедка с лебедка среди на трансмиссии тубы карабикова я пока нет трансмиссии да только можно как его пришита тоже нет плохо это уже исполнительные органы но само орудие хорошо такая и вот бык то у лошади которые хорошо а вот если скажем он в 90-х годах и у нас на кафе и в частности мини трактора мы там делали собирали их кустарным способом было студенческое конструкция бюро вот мини трактор чая тянет тот же самый пуг это уже получается машина а бык не машина обижаете быка то же самое а вот таким вот машин к для стрижки волос например с двигателем но эта машинка да а если она ручная машинка она также бежен но она вот ручная то это машина это машина умеет к она по сути работает не сильно отлично от ножниц там ну что ножницами ты так делаешь что машинка ты вот так делаешь ну это более схожное орудие чем ножницы все таки и она была она более лезвия потому что вы смотрите там лезвия много вот смотрите что маг здесь пишет машина от которой исходит промышленная революция заменяет рабочего действующего одновременно только одним орудием таким механизмом который разом оперирует массой одинаковых или однородных орудий и приводится в действие одной двигательной силой какова бы ни была форма последней и вот смотрите и трактора даже самые первые реальные ну пахать на мини тракторах этих которые один пуг с собой тянет но это изврат конечно тут площадь 10 на рошади это за рошадью идешь а тут нужно два человека водитель трактора и пугах тут это это извращение вот а это самое то что рошадей извели поэтому эти мини трактора поменяли а вот нормальные трактора в начале самого начала они все-таки вели собой не один круг а уже был этот самый и вот этот электропруг который ленин испытывал и паровой пуг кстати здесь вот макс упоминает паровой пуг я думаю на таком же принципе действий только что электропруг испытываемый ленином в горках он уже ведет за собой целый ряд вот этих вот пугов и таким образом получается очень большое большой прирост производительность труда потому что один человек который ведет вот эти пуги он уже захватывает гораздо большую ширину пропаханную ниже раньше один человек сахо или с пугом шел за рошадью или за быком видите тут все таки когда мы говорим о машинном производстве в применении к сельскому хозяйству но несколько запоздавшие лучше все-таки смотреть машинное производство в смысле фабричного тут тут лучше ну вот машина то есть действительно вот есть такое понятие как граница да вот если человек использует чью-то постороннюю силу не свою для своих действий будь то мельница а мельница скажем это машина конечно конечно же машина да там библи все и машина вот а мельницы ведь они из незапамятных времен известно но они не раньше ремесер появились но вот где-то на той же стадии где появились ремесра на памятных времен то есть это машина но это уже такие пограничные машина у них но у них придает куда конечно выше чем там вручную молотить чего-то и это муку делать это я даже знаю вручную там можно и когда она можно там ступе как-то торочь может это и делали на какой-то стадии развития человечества но здесь вот это а вот те машины которые стоят в дворских цехах они конечно далеки от этого значит и вот тут у маркса еще есть такое замечание из всех крупных двигательных сир завещанных мануфактурным периодом сиророшади бараны и худший отчасти потому что у лошади есть своя собственная голова вот это вот характер наши да не с каждым землепашица может как бы половить а то есть своей головой думаю это вот очень наглядно видно как вот у нас было 120-летие политеха субботу но она была так во вторник формально по дате а так праздную субботу и вот там народ там бы вы там так сказать вот сейчас студентов так и учат чтобы у них свои города выжирать иного не было голову лошади выключить на шахтах донбасса ослепляли лошадей чтобы они могли ходить по кругу потому что не слепая лошадь она но она долго не мало при по кругу и хотелось и даже шорами туда вы именно ослепляли ухты вот до того доходило вот и дальше тут не могу еще и пройти мимо хотя это может быть и к науке имеет относительное отношение маг здесь сырается на дократ некого мордена в суши и теофарс обществу ремесир тут далее он говорит этот нортон что для того чтобы лошадь оставалась здоровой она не должна работать более восьми часов в день так что это вот великое великое достижение как она 하겠습니다 8 часовой рабочий день это вот чтобы лошадь магра оставаться здоровой это вот мы можем оставаться здоровыми это достижение рабочего краса, за что умирали чикарские рабочие в 86-м году, оно вот мы до сих пор на этой точке и стоим. Эти рабочие, которые умерли, они на нас откуда-то там смотрят, и нами недовольны. Так что это вот тоже такая вещь. Ну и что еще можно сказать здесь по поводу машин? Вот машины, мы до этого говорили о такой форме труда, как кооперации. Мы рассмотрели простую кооперацию, кооперацию в мануфактуре, да? И вот, так сказать, вместо людей пришли машины. И что вот Маркс говорит о кооперации машин? То есть они могут быть как бы простой, тоже кооперацией, но однородной машиной. Несколько одинаковых столков, там, пкацких фабрик. А может образовывать систему, где отдельная машина выполняет как бы одну фазу более сложного процесса. Потом передается этот полуфабрикат уже на следующую машину, ну и так далее. Но вот здесь, нет, здесь вот не совсем так, в Арксписах. Вот то, что вы говорите, это скорее не машина, это уже целая автоматическая линия. Это смартфонность машин. Продолжение линия тоже. Вот. Вот. У Макса так написано. Теперь мы должны провести различия между двоякого рода вещами. Двоеточие. Кооперацией многих однородных машин и системой машин. Ну, кооперация многих однородных машин, это понятно, это море веретеное, вот этих механических, они все крутятся, и много-много тканей придут. А вот кооперация многих однородных машин, это, тьфу, и системой машин, вернее так. Вот. Здесь Макс приводит пример машины, которая делает конверты. Вот в новейшей мануфактуре почтовых конвертов один рабочий, это мануфактура еще, один рабочий фальцовар бумагу фальцовкой, другой смазывал клеем, третий отгибал крапан, на котором отпечатывается монограмма, четвертый выбивал монограмму, и так далее. И при каждой из этих частичных операций, каждый отдельный конверт переходил из рук в руки. А здесь одна единственная машина для изготовления конвертов разом выполняет эти операции и приготовляет 3000 и более конвертов в час. То есть некий ящик, ну, понятное дело, там у него разные, наверное, узлы и агрегаты, там как-то ходит, там это тоже конверт, наверное, внутри этого ящика, там как в принтере, он там катается туда-сюда, и вот он на выходе выходит конверт. То есть это вот два вида кооперации машин. Ну, тут все-таки надо понимать, что кооперация это форма труда, поэтому о кооперации машин можно говорить только лишь, как они в чем-то условном, потому что, конечно, работают не машины, работают люди на машинах. Ну, хотя здесь Марс Писах, здесь вновь выступает характерная для мануфактура кооперация, основанная на разделении труда, но теперь она представляет собой уже комбинацию частичных рабочих машин. В шахтиной мануфактуре орудия шерстобитов, шерсточосов, ворсильщиков, шерстопредильщиков и так далее превращаются в орудия различных рабочих машин, из которых каждая составляет особый орган, выполняющий особую функцию в системе комбинированного исполнительного механизма. Вот это что касается Так, кто еще что нашел тут интересного такого, что можно было бы в нашем кратком занятии. Значит, наше занятие, оно, конечно, не заменяет чтение капитала, подробного штудирования. Это здесь, так сказать, мы изюминки выбираем, чтобы у людей были какие-то узлы, через которые они могли двигаться дальше. в мануфактуре как бы большую роль играет индивидуальность рабочего, а внедрение более передовой техники, более независимых от стихии двигателей, сначала парового двигателя, потом электрического, то есть или бензинного, они почти одновременно пришли в эту индустрию, вот, требования к искусстворабочему меньше, то есть срок обучаемости в работе на станке уменьшается гораздо и тем заработная плата его начинает падать, то есть стоимость его рабочей силы. Ну и дальше у Маркса указывается, что в системе машин, которая внедряет торжествующий капитализм, можно так сказать, используется не только механическая обработка, но и химическая, то есть в итоге там, ну, развивается прежде всего, например, производство серной кислоты, соды, которая необходима для кожейной промышленности, для производства там всяких взрывчатых веществ, для подготовки к химической промышленности добывающей и работающей территории, на которой может действовать капитал той иной нации. Да, еще вот относительно тех, кто любит говорить, что сейчас совсем не то, что мы при Марксе, вот Марк здесь описывает один из вообще это вот гравана, по крайней мере мне было ее очень интересно читать с публицистической чисто точки зрения, он тут описывает всякие механизмы, вот, молот Несмиса весит более 6 тонн и падает с высоты 7 футов на наковальню весом в 36 тонн, он играючи превращает в порошок гранитную грыбу и тем не менее способен к тому, чтобы вбить гвоздь в мягкое дерево, рядом легких ударов, то есть вот это современные молоты от этого недалеко ушли и здесь, так сказать, здесь же где-то Маркс упоминает, сейчас вот не могу найти, о молоте, который легкий, конечно, маленький, но он совершает 700 ударов в минуту, то есть больше 10 ударов в секунду, что-то он там обрабатывает тоже, вот, это развитие машин, тогда достигло очень высокой стадии, это вот была действительно промышленная революция, проды, которой мы сейчас пожинаем, и с тех пор вот принципиально ничего не изменилось, принципиально изменилось до того, была мануфактура и старое вот крупное машинное производство, вот это было принципиальное изменение, а сейчас с тех пор принципиально ничего не изменилось, и вот если мы посмотрим на электрические машины фирмы Сименс, скажем, начало 20 века, и современные электрические машины, там тот же асинхронный двигатель фирмы Сименс, ну, мы принципиальной разницы там не увидим, да, но так сказать, появились новые двигатели, там вентильные, бесколлекторные, с мощными магнитами постоянными, там есть определенные вещи, которых тогда не было, но вот в целом конструкции электрических машин, вот по сравнению с тем, что было больше 100 лет тому назад она не изменились, эти двигатели, ну, там количественно что-то, может чуть КПД повыше, чуть размеры поменьше, но тоже негробально, это вот, это вот сейчас даро для вот этих двигателей, которые вот, а как вы асинхронным простым двигателем будете компьютерно управлять, это вот сейчас двигатели бесколлекторные, где вместо коллектора механического расположены датчики поражения коленвара, там, даро, вара двигателя, ротора, правильно сказать, с этими, или датчики холла, еще какие, вентильные, так называемые, и в зависимости от этого они вот коммутируют и подают наивыгоднейшее напряжение в нужную обмотку, и там, да, там и момент вырос, и КПД вырос, это да, это есть, и кроме того, нет вот этого громоздкого коллектора, но это, так сказать, это вот частный вид двигателя, а синхроники простые, они же там выпускаются, и сейчас, очень дешевые, очень удачные, и они ничем особенно, ну вот мы теперь перешли к более экономической, да, добавить, это очень сильное милитаристическое описание, у него, на место отдельной машины приходит это механическое чудовище, тело которого занимает целое фабричное здание, и демоническая сила которого, сначала скрытая в почти торжественно размеренных движениях исполинских членов прорывается великорадочно бешеные пляски в бесчисленных собственно рабочих органов. Да. Главное показать, что машину родила мануфактура, и машина стала могильщиком мануфактуры. Это да, это можно так сказать, да? Ну, можно образно. Образно. А вот можно ли сказать, что вот у нас сейчас есть, можно себе представить нынешние ситуации, где-то вырубоктуру. Непосредственно мануфактура родила машину. Но первые машины появились, которые заменили труд частичных рабочих на отдельных участках, а потом уже, когда машины стали делать машины... Нельзя сказать, что вот именно из мануфактуры вылились машины, там же и другие процессы. Из ГМСХ, а из ГМСХ можно говорить, что вылились? Из процесса развития производительных сил. Да, да, ты вот с этим не поспоришь. У меня предложение такой промежуточный вывод сделать и наметить дальнейшие пути. То есть, я думаю, мы потратили много времени и не зря. Очень популярно, так сказать, с разных сторон рассмотрели вопрос понятия машины, всякие нюансы и это просто замечательно. Ну, давайте мы вернемся к основной задаче. Наша задача не состоит в том, что будет рассматривать эти все нюансы, так сказать, и в дальнейшем углубляться, что такое машина и так далее. для начала, это, так сказать, для начала разговора, чтобы... Не начало, это необходимый этап. Я считаю, что мы его прошли хорошо. Нам надо двигаться вперед и решить две задачи. Вот, если вы посмотрите на оглавление первого тома капитала, где находится этот раздел, глава, посвященный машинам и крупной промышленности. Кооперации, по-моему, середине тома. Это замечательный ответ, да. Что-что? Середине тома. Да, видите, все где. То есть, Марс рассматривал до этого производство прибавочной стоимости, да, я сейчас скажу. Помню. После этого рассмотрел абсолютную прибавочную стоимость, методы, и относительную прибавочную стоимость. А после этого вот он ушел в рассмотрение кооперации, затем мануфактуры, машины и крупной промышленности. Да, раздел производства относительно прибавочной стоимости. И затем, после рассмотрения этих вот трех крупных вопросов, развития до фабрики, Марс опять перейдет к рассмотрению абсолютной относительной прибавочной стоимости, но уже в единстве, уже на новом этапе развития капитализма, в том числе новой технической базе. Поэтому первая задача, которую мы должны решить, рассмотреть, вот как влияет, каким образом влияет переход на машину в стадию развития капитализма и влияет на производство прибавочной стоимости. И второе, она растет за счет относительной относительной Это целое может мы сегодня не успеем. Я уж, так сказать, всю угол обедаю. И второе, ведь машина, вот вывод вот этого параграфа, вот здесь вот он звучит, каким образом, что машины, характер машинопроизводства становится таким необходимым техническим базисом, на который может развиваться дальнейшем, базироваться кооперация. И наоборот. А кооперация это что такое? Кто вообще кооперация форма труда где кто? Объединение. Рабочие. Рабочие. И мануфактура тоже, рабочие. Пускай там основана на ручном труде, с использованием единичных средств производства. Значит, машины в корне меняют положение рабочего. И это вот второе направление нашего рассмотрения, что мы должны сделать. то есть, мануфактура в принципе может распасться, а фабрика распасться не может. Все может. Просто я другому хочу сказать, что меняется роль рабочего в мануфактуре и в простой кооперации она одна, на фабрике при машине. Принципиально другая. И мы должны это будем рассмотреть. Вот я просто забегаю вперед эти параграфы дальнейшие. А так идти по Марсу там следующий параграф для перенесения стоимости. Нет, подавайте, Виктор Иванович, но ведь в принципе вот мануфактура, там вот есть умельцы, да, они стали узкими умельцами благодаря разделению труда внутри мануфактуры, но в принципе эти мануфактуры распадются, но и распадются, они разойдутся и будут там чем-то заниматься. Вы правильно сказали, они там умельцы, они останутся умельцами. Вот. А фабрика она так вот распасться не может. Вот этот молот, который, так сказать, там это величиной там Она может распасться всего других причин, например, кризисы. И рабочие, которые выйдут на улицу, да, будут выкинуты, они будут не рабочими. Они без ничего, да. Они не в этом дело, они будут уже излишне населения. И это уже другие моменты. Они уже, мы забегаем вперед сейчас. То есть мы должны рассмотреть. Из мануфактуры, в мануфактуре рабочий работает простым орудием, который у него, грубо говоря, есть дома. Он умелец. Умелец, да. Так вы правильно, так сказать, подобрали термин. Мы забегаем вперед. А при машине, при машине рабочий не умелец. Он односторонний, он придаток машины. Ну, оператор машины. Поэтому забегаем вперед. Давайте идем по Марсу. Вот он там рассматривает перенос стоимости. Ну, я предлагаю вспомнить вообще, так сказать, более ранние главы. Он рассматривает процесс труда и процесс создания стоимости. Тут еще про влияние вот внедрения паровых двигателей. Подойдем туда. Получается, нам нужно создать руку. Это основные такие на миссии. Развитие транспорта. Давайте мы вспомним процесс труда и процесс создания стоимости. Ну, я могу подсказать, чтобы потом нам легче было перейти к рассмотрению вопроса, как вот машина, так сказать, переносит стоимость. Ну, это необходимое время и прибывочное. Нет, нет, это руку. Совсем так. Как, значит, создание стоимости Марс однозначно закрепил за живым трудом, за трудом рабочего. Да. Но в процессе производства, кроме рабочей силы, участвуют и средства производства. Ну, постоянный капитал, да. Да. Постоянный переменный капитал. И стоимость получаемого продукта… Но постоянный капитал это не только средства производства. Это средства производства. А сырье? Это тоже средства производства. Средства производства. Предметы труда и средства труда. И орудия труда. А все это средства производства. Орудия труда это то, на что направляет свои усилия рабочие. А орудия труда это то, чем он носит. И все вместе средства производства. А, все, понял. Продолжаем. Стоимость товара определяется состоит из трех величин. Это стоимость потребленных средств производства, C латинская, стоимость рабочей силы или стоимость переменного капитала, B, или заработная плата, набегая вперед, и, наконец, прибавочная стоимость, M. Так вот, каким образом, каким путем создается вот эта стоимость? А создается она следующим образом, что средства производства и рабочая сила соединяются в процессе производства. В процессе этого производства, в процессе производства нового продукта, средства производства переносят свою стоимость на готовый продукт, а своим живым трудом рабочие создают новую стоимость, которая, так сказать, включает стоимость рабочей силы и прибавочную стоимость. Но если совсем еще углубиться и вспомнить, то товар, извиняюсь, труд в условиях товарного производства носит двойственный характер. То есть один и тот же труд, он, с одной стороны, является конкретным трудом, в особой целесообразной форме, а с другой стороны, абстрактным трудом, как труд вообще, как затрата человеческая рабочая сила. Так вот, и все получается складывается в одну картинку. Вот работает рабочий. У него конкретная специальность, да? Например, вытачивает какую-то деталь. И вот он этим конкретным трудом, то есть предметов труда, при помощи средств труда, орудия труда, создает новый товар, продукт. И вот он переносит своим конкретным трудом стоимость потребленных средств производства на готовый продукт. А своим абстрактным трудом создает новую стоимость. В плюсы. Ну вот, в принципе, все нам достаточно, чтобы идти дальше и смотреть, как машины переносят стоимость на готовый продукт. Пожалуйста, кто может. Ну, машина... Ну, машины, как правило, значительно дороже, чем ранее пример на фактуре механизма. С одной стороны, на производительность гораздо выше. И целесообразность применения таких машин, которые выдают более дешевый продукт. То есть экономия, получаемая при применении машины, получается, должна получаться больше, экономия труда, чем стоимость самой этой машины. Но для капитализма эти рамки сужаются. Для капиталиста важно, что стоимость машины должна быть меньше, чем производимая, чем стоимость переменного капитала, который он использует при соединении нового средства производства этой машины с эксплуатируемой ими рабочей силы. Значит, вот, товарищи, давайте, во-первых, вот можно сказать про машину, что она создает стоимость. Нет, нет, машина не создает никакой стоимости. Она переносит стоимость с помощью рабочего на готовый продукт. А создает она продукт. Да. Стоит продукт. Ну, вместе с рабочей силой. Рабочий создает. Ну, это понятно, да, использование машины, да. Вот. Использование машины, а стоимость, она только переносит свою. И вот здесь вот Степан Степанович сказал, что эта стоимость, она больше, чем стоимость. Степан Степанович, можно, я перелываю, мы сейчас перескочили вот этот вот параграф. А рассуждение, да. Вы совершенно правильно сказали, ответили на тот вопрос, который мы должны следующий уже рассмотреть. А сейчас вопрос стоит, каким образом переносится стоимость машины на готовый продукт. И чем это отличается от переноса стоимости, ну, скажем, вот в том простом абстрактном варианте, который я сказал. Ну, давайте, ну, здесь же очень просто. Ну, опять, что такое стоимость машины? Стоимость – это постоянный капитал, то есть это стоимость орудия труда. Нет, ну, откуда она берется, эта стоимость машины? Мы тоже создали. То есть это труд, абстрактный труд, затраченный. Я сейчас, да, боюсь забежать вперед, но, грубо говоря, если капиталист эксплуатирует труд 200 рабочих и, ну, рассчитывая, сколько ему на год придется на них потратить, и ему предлагают купить машину, которая позволит убрать 100 рабочих и оставить только 100 рабочих. Это же правильно, это же мы перескакиваем. Нет, это мы перескачиваем. Значит, начальность, вот стоимость машины – это затраченный на нее абстрактный труд. Абстрактный труд, затраченный на производство. Можно также сказать, что стоимость машины входит в стоимость потребленных средств производства на ее изготавливание и так далее. Нет, надо вперед идти. Нет, сейчас, сейчас. Ответ, он простой. Это самое. Вот. Ну, ладно, хорошо. Ответ простой. Машина, она используется в одном цикле производства продукта или нет? Нет. Ну, конечно, нет. Она служит много, не то что цикл, лет, много лет. Вот рабочий стал станку, производил товар. Изнашивается. Продукт один, да, который стал товаром. Вот, взял, ушел. Так что вся стоимость, всей машины вошла в стоимость этой детали или нет? Нет. Только часть. А какая часть? Ровно с той степени, сколько произошел износ машины. Совершенно верно. Вот и свойства, новые понятия. Здесь физические, моральные машины, есть еще затраты на обслуживание машины, на ремонт и так далее. Вот мы пришли первому понятию, который нужно нам разобрать. Вот. И потом, все-таки, Виктор Ильич, вот, момента тут. Дело в том, что когда мы говорим о стоимости машины, надо иметь в виду все-таки ее стоимость на момент времени, машина работает 20 лет, вот через 15 лет ее работы, надо иметь в виду вот стоимость этой машины вот в момент, вот это, как я понимаю, когда мы ее рассматриваем. Почему? Потому что стоимость аналогичных машин, она может падать и существенно. Наверное, Иван Михайлович, это есть понятие первоначальной стоимость, остаточное и прочее. Вот. И разные виды износа. Я вас склоняю к тому, что давайте и последовательно и, ну, не перепрыгайте. Потому что, иначе мы должны рассмотреть, как машина влияет на рабочее время, то есть на прибавочное и необходимое рабочее время. И до этого мы дойдем. Она его… До этого дойдем. То есть вот первый, значит, шаг. Машина используется во многих циклах производства много лет. Так? Отсюда вывод. Стоимость, независимо, какая она стоимость, он переносит по частям. Вот первый вывод. Пока не будем усложнять процесс того, что появятся более производительные, более дешевые машины и так далее. Вот первый вывод. По частям. С чем это связано? Давайте как мы поглубь. Это связано с процессом так называемого износа. Вот есть понятие физический износ, моральный износ. Что такое физический износ? Макс об этом пишет. Это потеря свойств машины, процесс ее потребления, производства. Он бывает двух типов. Он бывает двух типов. Вот мы идем, видите, последовательно. Дали понять определение, что это такой износ. Ну, бывает двух типов. Первый, когда машина просто работает. Вот станок работает, работает, и он теряет свои потребительские свойства. Его потребительские свойства, ну, быть станком, обработать, сказать, обработать детали. Физический износ. И второй износ, когда стоит. Моральное устаревание. Нет, когда стоит, ржавеет. Когда стоит. Вот станок стоит, он ржавеет, он тоже теряет свои свойства? Ржавеет, резинки рассыпаются и так далее. Автомобиль, если стоит, то ржавеет. Корабль стоит. Ржавеет. Не только ржавеет. Идут разные процессы, которые сводятся к тому, что потеря потребительских свойств этой машины. Вот физический износ двух типов. Есть еще моральный износ. Вот, например, Владимир Михайлович об этом говорил. Совершенно правильно. Когда новые станки появляются. Ну, два основных типа. Когда, например, появляются такие же станки, такой же производительности, но более дешевые. Ну, просто потому, что в ходе производства этих станков. Или появляются за такую же цену, но более производительные станки. То что происходит, так сказать, со старыми? Это уже потеря определенных свойств. Также потеря, и вы подойдите свойства. Но это уже свойства, так сказать, потери износа морального. Станок становится как бы не крым. Поэтому лучше, чтобы станок работал 20 часов, а не 10. Конкурентные способности. Да, да, да. Это потом, вот мы здесь, когда будем говорить о влиянии машин на поражение рабочих, там вот это и есть, что это вот, то есть, очень важно, чтобы станки не простаивали. Иначе это очень большой убыток. А вот теперь следующее. Вот то, что Степан Степанович говорил. Границы применения машин капиталистам. Какие здесь вот его пределы, его эффективность? То есть, в чем смысл применения машины и как вот может он больше получить прибавочную стоимость? Вот то, что сказал Степан Степанович. Есть ремарка у Маркса. Значит, здесь написано так у Маркса. Труд, если рассматривать машины исключительно как средство удешевления продукта, то границы их применения определяются тем, что труд, которого стоит их производство, должен быть меньше того труда, который замещается их применением. Да, это как общая позиция, скажем так, совершенно правильная. А если капиталисты, если будем дальше развивать это дело, то капиталистическая граница. Ведь капиталисты что интересуют? Не просто высвобождаемый труд, а прибавочная стоимость. Вот что получается? Таким образом, что чем больше он будет получать вот эту прибавочную стоимость, да, по отношению к затраченному труду на производстве машины, тем более будет эффективно для него использование этой машины. Так ведь? Да, еще больше капитал. И вот Степан Степанович ушел, он правильно, так сказать, нашел сносочку у Маркса, которую написал. Что в коммунистическом обществе не будет такого критерия эффективности. То есть, когда Маркс написал первый тон капитала? В 1867 году. Коммунизма тогда еще не было. Да. Он был как понятие, как идеология в становлении. В 17-м году только первая советская социалистическая революция, и началось только строить, что еще коммунизм. А как целое стало в 1936 году. И вот сейчас мы понимаем уже, когда капитализма, то есть, социализма нет, что Маркс был, конечно, прав. Потому что теория потребительной стоимости, разработанной нашими экономистами, они, как раз, вот это раскрыли, разживали. Критерии эффективности техники и коммунизма. Вот берем средства производства. Вернемся из капитализма, перед сгодчем, да? Коммунизм. Какой критерий эффективности? Снижение потребительских цен. Это снижение потребительских цен, это одно. Чтобы сэкономленный труд, было не больше труда затраченного. Да. Как общая позиция. Что эффективность, критерий эффективности применяемых средств производства, техники. Что сэкономленный труд, то есть, труд, который экономит эта машина при использовании, должен быть больше труда, который затрачивается на производство этой машины. Ну, очень просто, вот, копали яму, сто землякопов лопатами, да? Вот, сделали эскаватор, который экономит труд тысячи землякопов. Это эффективность. Ну, не просто, надо даже сказать, что на производство этой машины затратили тоже труд сдачи ладить. Он экономит тысячу. Конечно, эффективность. Ну, вот, по поводу вот этих вещей, я вот вспоминаю еще, по-моему, какой-то в детской книжке читал. Вот, на ЗИЛе были автоматические линии по обработке брока цилиндров, на которые, видите, Василий Иванович Шишкалев на такую, работал нарадчиком. Вот, и там вот в детской, вот я помню, детская книжка, это про ЗИЛ, их там было довольно много выпущено еще в 60-х годах, там было сказано, вот такая автоматическая линия за свою жизнь производит, грубо говоря, миллион вот этих блоков цилиндров. Это сложная деталь, где требуется сверление, росточка, фрезерование поверхности и так далее. Нарезание резьбы там в ряде мест и так далее. А там она как пирожки их печет, он здесь входит в эту автоматическую линию, это совокупность таких довольно больших агрегатов. Ну, это большой зал занимает. Ну, значит, там идет и на выходе каждую минуту сходит вот это вот, она как пирожки печет эти. Порошковая металлургия. Вот. Да не порошковая металлургия. Там заготовки поступают, они обрабатываются и сверлятся, и фрезеруются и так далее. Так вот, она производит за свою жизнь где-то миллион этих блоков цилиндров. А какие трудозатраты на производство этой линии? И там вот говорилось, что затраты на производство этой линии такие же, как трудозатраты на производство тысячи вот этих блоков цилиндров. То есть, всего она производит миллион, вот затратили труда на эту линию как на производство тысячи, и потом еще 999 тысяч ты с этой линии получаешь автоматически. Вместо того, чтобы иметь довольно большой цех с токарными, с расточными, со сверлильными, с фрезерными станками и так далее, и с кучей рабочих, ты получаешь эту линию, вокруг которой ходит Василий Иванович Шишкарев и иногда ее обслуживает и нараживает, и все. И плюс к этому и качество, потому что автоматическая линия, если она нормально наражена, она брака не дает. Там она все точно, совершенно все делает, что от нее требуется и повышение качества продукции очень большое. То есть это вот здесь ясно видно, что вот эта книжка писалась, детская книжка, еще раз скажу, в ту эпоху, когда экономическую эффективность оценивали правильно с точки зрения коммунистических позиций. То есть вот она, такие-то трудозатраты на нее, а вот столько-то она дает. Одну тысячу, грубо говоря, затратили, а потом 999 тысяч получили. И это в общем-то, получается, что эта линия, она почти как сироп природы уже под конец, она уже бесплатно почти это делает. В тысячу раз увеличила производительность. Да. Вот тут Марс тоже вот на 1999 странице, только в крупной промышленности человек научается заставлять продукцию в прошлом уже обещленного труда действовать в крупном масштабе даром, подобно силам природы. А главное, сколько она высвобила дела людей. И вредная, причем производство создало основу для уменьшения рабочего дня. А вот это вот один из парадоксов советского времени того, что сокращение рабочего дня, вот я вот сейчас интересуюсь, и вот даже вот труды близких нам, ученых, перечитывая, вот это прямо как какая-то тема табу. Вот вроде бы у Ильмеева, Василия Яковлевича, Трященко, вот у этих товарищей, которые написали книгу о преодолении, разделении между людьми умственного и физического труда при коммунизме. Вроде бы там сам Бухвеллер, нет нигде никакого упоминания о сокращении рабочего дня. Там бывает о том, что вроде бы в результате роста производительства труда, там люди смогут переключаться на иные виды деятельности и так далее, это будет способствовать гармоничному развитию личности. Ну, свободное время-то дайте, поспать-то дайте. Без этого-то не будет гармоничного, свободного. Вот, а при том, что вот, как Михаил Васильевич рассказывал, в институте экономики было два рабочих дня в неделю. То есть люди ходили на работу два рабочих дня, остальное время вот ходили, думали. Ну, библиотечные. Ну, да. Раз в месяц в КБ большинство там всяких дней. У нас следующий параграф вот как раз воздействие машинного производства на рабочего. Ближайшие действия машинного производства на рабочего, да. Я предлагаю закончить сейчас. Да, сейчас его не надо начинать. Еще у нас, ну, почти 50 минут, я думаю, достаточно. Еще отметить одно противоречие, раскрыто Марксом, которое касается производства прибавочной стоимости при помощи машин. Для этого нам надо вспомнить, что такое норма прибавочной стоимости и что такое масса прибавочной стоимости. Значит, норма прибавочной стоимости. Вот отношения. Ну, если прибавочная стоимость, значит, там что обязательно должно быть? Прибавочная стоимость. Да. Числители. Отношение прибавочной стоимости. Кто создает прибавочную стоимость? Рабочий переменный капитал. Отношение прибавочной стоимости М к В переменного капитала. Есть норма прибавочной стоимости. Да. А масса прибавочной стоимости? Да. Даже четверть метика. Это норма прибавочной стоимости умноженная на переменный капитал. Совершенно верно. На количество рабочих. Вот так. То есть норма прибавочной стоимости на количество рабочих. Значит, цель капиталиста, как мы знаем, это получение прибавочной стоимости. Масса прибавочной стоимости. И вот он ради этого применяет машины. И каким образом машина влияет? Противоречиво. Здесь две противоположные тенденции получаются. То есть, с одной стороны, машина, что необычайно повышает производительность труда. А как мы знаем, каким образом рост производительности труда влияет на норму прибавочной стоимости? Повышает? Повышает. То есть, норма прибавочной стоимости повышается. Значит, соответственно, применение машин приведет к увеличению массы прибавочной стоимости. А количество рабочих? Что делает с количеством рабочих машина? Повышает. Повышает. То есть, здесь получается обратная тенденция. Вот Маркс подметил такое противоречие, его вывел, сформулировал. И сказал, что в этом противоречии движется капитализм и сам капиталист. И вот эти противоречия, так сказать, они будут проявляться уже и в других формах. Я забегаю вперед, вот в третьем томе капитала, когда мы будем рассматривать среднюю прибыль, норму прибыли. И там у нас выявится такой закон, тенденция к понижению. К понижению, да. Смысл которого в том, что цель капиталиста – это получение прибыли, но он будет вынужден делать, объективно делать такие действия, которые будут снижать эту самую прибыль. Так это же норма. А масса-то? Масса-то будет расти. Ну, там есть и противоположные тенденции. Нет, это как тенденция. Я тоже забегаю вперед. Я предлагаю сейчас закончить и определиться, что мы будем делать в следующий раз. А в следующий раз… Ну, вот это очень актуально, и как раз к Российскому комитету рабочих… И мы закончим с следующим параграфом «Фабрика», а дальше уже идут такие исторические экскурсы Марса. Ну, вот это большой параграф, потому что здесь и про удлинение рабочего дня, и здесь очень много всего. Получение интенсивизации, применение женского… Да, 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 да. То есть, этот параграф, весь пафос вот этого параграфа состоит в том, что чисто научно-техническим прогрессом, чисто ростом производительности труда, никакого улучшения поражения рабочих быть не может. А ухудшается поражение рабочих при научно-техническом прогрессе и вот таком вот росте производительности труда. Объективно. Потому что раньше, как там написано, когда какой-нибудь там землякоп отдыхал, то отдыхал, а при этом его рапата стоимостью 18 пенсов. А здесь, если какой-то рабочий уходит, то начинает простаивать станок там немыслимой стоимости. И капиталисты воспринимают как свой убыток и как это нож в сердце. Престаивать ему нельзя, потому что моральный износ, и поэтому если он 24 часа… А он прибыли в это не дает в это время. Каждый час простой, это нож в острый в сердце. В этот же момент рабочая сила не соединяется со средствами производства. Да, и средства производства, они вот не могут, так сказать, свой потенциал реализовать, эти могучие средства производства, которые денег стоят. Замечательно, я считаю. Хорошо. Вот эта тенденция нормы прибыли к понижению, это проявилось в том, что в Штатах, в обрабатывающей промышленности, правильно посчитали, норма прибыли при Никсоне была меньше 3%, а при Картере уже упала до 2,5%. Плохой президент. А масса-то какая? Масса-то какая-то и прибыли. Какой ВВП-то там, 17 триллионов? 18. Ну да, он на втором месте в мире. Ну так говорят, что вот у них там долг безумный, 22 триллиона, а сколько это долг-то там? Это государственный долг. Ну да, 140% ВВП, так это копейки, там куча стран живет. Нет, а внутренний долг там в десятки раз больше. Ну ладно, это же другая проблема. Да, это вообще. В общем, в следующий раз ближайшие действия. Да, 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 как это все отражается на работниках наших дорогих. Продолжение следует...